Всем привет, друзья! С вами Ирина. И сейчас, пока вышло солнышко, я решила снять вам обзор всех своих орхидей, всех своих подоконников. Так что сегодня будут и другие цветы. Подоконников у меня не так много. Этот вот забит орхидейками. Сейчас уже почти Новый год. Видео, наверное, выйдет уже после Нового года. Вот смотрите, Че Йен Лин нежится на солнышке. И растит два цветоноса, таких пышных. Здесь Yellow Chocolate распустил уже свои цветочки. Сейчас достану его. Когда он распустит последние два бутончика, я его уже поверну к себе лицом. Вот такая шоколадка красивая. Такой яркий солнечный цветочек вообще. И он пахнет нежно цитрусом. Листики у него такие, краб немножко. Здесь рядом растет Vesuvius. Пока что цветоносик у него вот начал расти, но замер. Видимо, ей не понравилось, что стало пасмурно. Но сегодня уже начинается неделя солнечных дней. Так что будет попроще. Здесь растет Leodorka. И лежит термометр. Термометр Xiaomi. Можно отслеживать температуру. Сохранять графики. В общем, там строится график. Можно осмотреть, что, как было ночью, например. Какая влажность. Это термометр, гигрометр и барометр. Так, здесь у меня Бьянка на реанимации. Здесь маленькие две детки в одном горшке. И привезла я из Украины. Мне сестра надувала красивых фиалок. Вот листочки стоят на укоренении. Здесь тоже. Так, здесь Joy Fairy Tail цветет. Там кошка где-то нявкает на балкон просится. В тени не видно. Он такой с салатовыми кончиками. Красивый очень цветочек. Вот. И здесь Zambia наращивает цветоносик. Zambia с деткой. Здесь мои старожилы собираются цвести. Вот красненькая орхидейка и мини Soga Gotris. Уже бутончики нарастили. Вот этот цветоносик так и не выпрямился. Он был под листиком. Сначала рос и он так и остался загнутым. А здесь вот уже распустился букетик. Они распускаются раньше всех. Это у меня попкорн и мини Soga Vivienne. Не варигатный. Вот так смотрится красивенько букетик. Так вот это вот у меня орхидный подоконник. Я их не подсвечиваю. Они только вечером могут отхватить вот свет прямо над столом у нас. Сейчас включила, чтобы светлее было. Прямо над столом у меня люстра. Вот и то, что они там успеют как-то от этого света получить, то они и получают. До светок у меня никаких нет. Да, вот на комодике у меня стоит ёлка импровизированная. Просто купленные веточки. И не помню, как называется. Если постараться, вспомню, но пока не помню. И тут муж разложил свои батарейки, аккумуляторы. Так, это у меня кухонный подоконничек. Такой маленький, самый маленький. Здесь у меня растут две фиалки. Вот уже отцветают. Вообще она шапочным цветением цветет. Но уже отцвела. И вот ещё беленькая. Тоже у неё шапочное цветение красивое. Но сейчас она тоже уже отцвела. Но и алоэ здоровый. Такой большой. Здесь у меня лежит кошка. Да, кошка. Просится на балкончик. И они выпускают, потому что там будет шумно, если мы откроем дверь. Сейчас выпустим тебя. И я распаковывала посылочки. Вот заказала себе от Сяоми тапочки и зонт. Нам понравились очень. И лежит пледик, потому что мы... Да. Поза коте. Потому что мы сегодня утречком раненько, быстренько встали. И поехали в Оби покупать вот эту красоту. Это цимбидиум. Теперь у меня есть вот такая красивая орхидея. Цветочки у неё белые. Сейчас камера сделала всё это жёлтым. Так. Может так виднее. Вот. Вот такие у неё красивые цветочки. Не самые большие, которые бывают у цимбидиумов. Но очень мне понравились. Я всю ночь не спала. Думала о ней. И муж сказал, что если так сильно хочешь, то поехали купим. Так что купили вот такую красоту. Вот. Запаковывали её вот в этот пледик. Прям там. И привезли в багажнике домой. Лёжа. Хотя цимбидиума в принципе не особо боятся перепадов температур. Наоборот. Им это даже нужно. Но во время цветения архиводы говорят, что ей нужно выдерживать примерно 22 градуса, чтобы она дольше цвела. Когда уже все бутончики распустились. Вот. Там был другой ещё цимбидиум. Это Воби Фредрис Хаффен. Он сейчас есть. А может уже и нету. Он был пышнее куст. Видите, листик заломился. Сам куст был пышнее. Но цветочки у него были такие по окрасу немножечко смазанные. Вот не было таких прям пестрых точечек. Они были такие расплывчатые. Вот. И не было таких крапинок у основания на лепестках. И сам цветочек был чуть-чуть более розовый. Я решила выбрать и этот. Такой более контрастный. Мне понравился. Мужу тоже. Так что вот такая орхидейка теперь у нас есть. Сразу же выбрали для неё кашпона вырост. Пока что, конечно же, она будет в своём горшочке расти. Стоила на 40 евро. Сейчас не достану, не покажу. Так, это самая дорогая орхидея. И вообще самая большая сумма денег, которую я за один раз когда-либо тратила на орхидеи. Ну вот. Пригорела. Что же делать? Насмотрела серхаманов. И теперь не смогла удержаться. Взяли ей сразу там кашпо. Потому что примерять кашпо, когда ты держишь цветок в руке, намного проще, чем угадывать потом подойдёт или не подойдёт. Мы там бегали, померили просто кучу кашпо, горшочков. Вот выбрали прозрачный горшок. Так. Я покажу, когда мы будем когда-нибудь пересаживать. Прозрачный горшочек просто держится бортом. За вот такой кашпо, который к нему подошёл. Кустик, конечно, большой. Но красивый. Как перед такой красотой можно устоять? Мы можем сразу пойти на балкон. Вдруг кому интересно. На балкон у меня обычно просится кошка. Здесь у меня вот зимует брусника и голубика. И там же у нас стоят три ящичка с мятой. Там мелиса посрединке. И просто ящик по бокам. Вон там растёт петрушечка везде. Ну, зимой она, конечно, не растёт. Просто стоит зелёненькая. У нас пока холодов там особо не было. Только, может, до минус двух опускалось. Да, вот такой у нас балкончик. Травка зелёная. И где-то музыка громыхает. На этом подоконнике у меня стоит трейлерная фиалка. Она уже тоже отцвела. Нужно пообрывать вот эти вот отцвёвшие цветочки. Вот. Цветёт она очень красиво, шапочно. Такие у неё маленькие нежные цветочки. Здесь же стоит два денюма. Лимончик, с которым я не подружилась и снова его залила бедного. Нужно его откопать. Вот сейчас этими буду заниматься. И почистить корни от гнилых. И пересадить в более маленький горшочек. Лимончик я уже пересадила. Вот он такой красавчик. Теперь ему здесь будет комфортно. Горшочек как раз подобрала чуть-чуть больше, чем корневая. У него, в общем, осталось вот столько корней сверху. А внизу ничего особо не было. Но корни достаточно широкие. Вот здесь как раз по краю горшочка они влезли. Вот. Особо гнилых не было. Просто на дне была очень влажная земля. Очень мокрая. И она не просыхала. Здесь есть почечки. Вот он восстанавливается. Будет наращивать листочки. Но пока что нужно его пересадить. Потому что я его действительно заливаю. Вот уезжали на Украину. И я снова его залила. Приехала у него вот этот листочек, который уже вырос. Снова начал портиться. И вот веточки снова пришлось пообрезать. Так, и здесь стоит пират Пикати бабочка. Как вы мне подсказали, большое спасибо. Я даже не ожидала, что это такая вот редкость. Мы просто пошли в магазин с мужем. Я увидела. Мы еще так походили, посмотрели другие орхидейки. Думаем, ну пусть постоит. На крайняк возьмем эту. Вот такая красавица. Очень красивая. Мне очень нравится. Вот у нее новый цветочек с таким салатовым ободком. Старые цветочки. Вот они здоровые вырастают. По сравнению с маленьким. И немножко выцветают. Так, это вот у него два таких цветочка. Остальные бабочки. Сейчас он тоже нежится на солнышке. Я, в принципе, не боюсь их на солнышке декабрьском так оставлять. Вот. Летом, конечно же, притеняем. И уже скоро в феврале нужно начинать притенять от солнца. Скоро ее будем пересаживать. Первой, потому что с корнями. Там и при покупке уже все было не очень хорошо. Ну, вернее, как состояние среднее такое. Я вам сейчас так не достану. Но ее нужно пересадить как можно быстрее. Так что скоро этим займемся. Да, Нуки? Ну, здесь на комоде у меня стоит мандарин. И он даже вот одним цветочком цвел. И кипарис, которому не нравится жить в моей квартире, он постоянно сушит веточки. Хотя влажность у нас где-то плюс 55-60. Вот. Постоянно сушит веточки. На прямом солнце ему не нравится. Здесь на комодике ему не нравится. Я даже не знаю, что сделать, чтобы ему понравилось. Если кто-то знает, пожалуйста, поделитесь. Здесь новые веточки он отращивает, но старые тут же засушивает. Вот. Мой предыдущий кипарис, когда мы жили в Одессе, он так себя не вел. Ему более-менее все нравилось. И здесь орхидейка, которую мы забрали. Ее отдавали. И она огромная. Такое огромное у меня еще не было. Вот такие огромные листы. Листья. Огромные просто. Горшочек большой. Непрозрачный. Я ей купила, кстати, точно такого же размера, прозрачный. И вот здесь она начинает подкушивать нижние листья. Это нормально. Вот второй нижний листик тоже. Орхидейки выбирают из нижних листьев питания, когда им чего-то не хватает. Или когда нет ночных перепадов температур. Они не могут нормально питаться. И начинают съедать нижние листья. Вот. Ей этих листочков хватит, может, на месяц или на два, или даже на несколько месяцев. Так что я их не буду трогать. С ними все нормально. Они по чуть-чуть отмирают. Да, и она будет, скорее всего, белая. Вот сегодня показалась щелочка в бутончике. Вот. Там можно увидеть, что она немножко скрапом будет. Уже на днях бутончик распустится. Так что скоро вам покажу. Так, здесь у меня хризантемка стоит. Ой, жарко на солнце. Здесь какая-то елочка. И помидоры. Занесла и просто так поставила. Вроде даже цветут, смотрите. Цветут, потихонечку плодоносят. Вот. Цветочки красивые какие. Но они у меня маленькие. Очень такие крошечные. Зато запах от них. Вот я тронула. Очень прям помидорный. Такой люблю этот запах. Так, и здесь у меня стоит хлорофитум на полочке, на тумбочке. И тоже орхидейный подоконник. Видите, орхидеи уже распространились на все подоконники. Так, здесь маленькая хризантемка в горшочке. Здесь вот эта вот орхидейка уценочка, которую мы еще не пересаживали. Вот эта красавица. Кстати, если вы вдруг знаете, есть ли у нее название какое-то, скажите мне, пожалуйста. Она мне очень нравится. Прям очень такая красивая. Я не ожидала. Вот, она начала снова пускать новые бутончики. И здесь на этом цветоносе, вот старый, она отсушивает. Я ее покупала по оценке, чтобы вы понимали, был вот такой, какой-то невзрачный цветочек. Один. Я увидела просто, что она не полностью белая, а пятнистая. И купила. Она оказалась такой красавицей. Вот, цветочек блестит на солнышке. Просто шикарная. И она здесь тоже начала наращивать бутончики. Хочет еще цвести. Здесь стоит новая моя орхидейка, которую я привезла из Украины от мамы. Потому что у нее там нет света достаточного для них. И они просто не цветут у нее. Вот, она мне отдала. Так что посмотрим, что это за орхидейка. Корешков нижних практически нет. Только вот эти вот воздушные корни, торчащие вот так вот наружу. Во все стороны. Вот, внизу практически нет корешков. Листик, конечно же, при транспортировке треснул. Но ничего страшного, он потихонечку отрастает. Так, здесь стоят мои мини-орхидейки, которые вот растут в одном кашпо. И, как всегда, вот эта капризулька. В том году она тоже капризничала. Я сбрасывала бутончики. Вот видите, вот этот бутончик она уже сбрасывает. Он пожелтел. Вот, но может она хоть остальные расцветет. В том году она так сбрасывала, сбрасывала, сбрасывала. Потом, по-моему, два цветочка распустила. Наконец-то. Я уже боюсь ее трогать, переставлять. Тем более, вот боюсь даже поливать. Но надо. Надо как-то полить ее и быстренько назад поставить, чтобы она не капризничала. Здесь стоит наш Дендробиум Нобили. Он у нас был на просушке. Месяц или полтора. И вот под Новый год сейчас буду его поливать. И потом, аж в середине февраля, начну его снова поливать. У него вот везде под каждым листиком уже заложились, надеюсь, бутончики. Так, и где-то вон там тоже. Вон. Ну а это старые бульбы. На них ничего не заложилось. Орхидея просто тянет из них питание. Поэтому я их и не обрезаю. Вот. Так же, как и с листьями. Листья тоже не обрезаю, потому что орхидея тянет из них питание. О, солнышко зашло. Здесь у меня замякулька с листика выращенный. С листочка. Вон у него там новый лист растет. Вот. Красавчик. Новенький. Вот он у меня такой пока невысокий. И моя домашняя розочка. Снова отрастает, снова растет бутончики. Правда, почему-то немножко листики пожухли. Наверное, от недостатка света или от недостатка полива, кто ее знает. Она у меня тоже иногда сбросит все листочки, постоит, снова вырастет. Вот такая вот розочка. Тоже маленькая. Вот. Ну и на этом, друзья, пока что все. С праздниками вас. Скоро будут новые видео о пересадке. Вот бабочку надо пересадить. Может, еще кого-то пересажу побыстрее. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok